Хочу обратить ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов HOPI DNUA. Ассортимент магазина рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие и эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтров поиска товара поможет сэкономить ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработает ваш заказ и отправит в любую точку земного шара. А указав в заказе промокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получит скидку 7 процентов. HOPI DNUA. Это твои увлечения. Всем друзьям большой привет. Наконец-то пришло время начать строить танчик Т-90 для диорамы Бабовщина. Я для себя понял, что не нужно пускать дело на самотек. Дело в том, что тяжело найти время. Хочется и то сделать, и то. И текущая диорама требует времени. Поэтому для себя решил вопрос однозначно. Каждый четверг, как вот был рыбный день, да, четверг, так у меня будет четверг именно сборка танка. В остальные дни я буду собирать текущую диораму, монтировать ролики, такое. То-сё может быть отдыхать, а вот все свободное время четверга будет посвящено именно этой диорамке, диорамке Бабовщина. Ну и в первую очередь естественно танку. Поэтому сегодня четверг начинаю эту стройку. Ну и так как танки делал я давным-давно, руки на танке не заточены, поэтому буду делать все строго по инструкции, не торопясь. И показывать буду уже как бы готовое счастье. Ну и естественно будут резочки, если вдруг что-то пойдет не так, или я увижу какую-то из рук вон выходящую картину в инструкции, какие-то несовпадения, неточности, косяки и так далее. Ну и начинаем как бы от печки. У ванна корпуса она уже собрана. Я ее показывал уже в обзоре, но на нее стоит посмотреть еще раз. Но гляньте какая детализация, как все проработано. И хотя нищие танка вряд ли кто-то когда-то увидит, но сам факт, что китайцы не поленились и так все проработали. Ну естественно радует и впечатляет. Ну это уже готово. И начинаю сейчас собирать катки. Их нужно сделать 12 штук. И интересно то, что между двумя катками будет строиться вот такая вот втулочка. И по идее, из-за этой втулочки наши колеса должны крутиться. Ну и я честно говоря не знаю зачем это сделано, потому как наш танк вряд ли будет ездить. Но опять-таки ребята, я давно не собирал танки. Может и что-то не понимаю. Может это действительно необходимая такая вещь, которая выведет нашу модель на немного другой уровень. Ну посмотрим, посмотрим. Ну вот друзья, закончил самый первый четверг. И я даже до первого пункта не дошел. Вот наш первый пункт, а я собрал только вот эту вот часть. Ну и вот эти вот детальки вклеил. Вот сюда вклеил. Это единственное, что я сделал с корпусом. Вот они. Ну и как бы прощаюсь теперь на недельку. Встретимся в следующий четверг. Ну это я говорю как бы так. На самом деле для вас пройдет буквально доля секунды. Уже в следующем эпизоде для меня пройдет неделя для вас секунда. Будем продолжать работу над танком. И теперь самое главное для меня это не потерять ни один каток, ленивец или звездочку. И снова здравствуйте. Продолжаю это 90. Сегодня, надеюсь, мне хватит времени закончить эту часть корпуса. Всякие вот эти вот мелочевочку поприклеивать. И возможно даже немножко поработаем с фототравлением. Как видите, вот сюда надо каких-то пятаков на насобачить. Ребята, понавешивал всякие вот еще, видите, катки такие какие-то поддерживающие. Какие-то вот еще штучки, бедрючки с этой стороны. Чуть-чуть их больше. Кстати, да, надо будет сюда еще приклеить эту сторону. Что-то я прозевал вот эти вот, вот эти штучки. Раз, два, три. А сюда только одна. Надо будет еще приклеить. Но вопрос не об этом. Сейчас я начал морочить голову с вот этой вот штучкой. Сюда, видите, надо наклеить 15 фототравленных вот таких вот пиндерок. Вот они тут маленькие. Ну дятина еще та. Все, что больше четырех штук одинаковых, для меня это уже, это мне уже подбешивает. Но здесь их 15. И вот это я сижу клею, клею. А потом думаю, а дай-ка я гляну в инструкцию. И что ж вы думаете эти китайцы. Так вот, вот эта вот наша деталька закрывается гусеничной лентой, да, с катками. Но если вдруг она здесь будет просматриваться, то сверху еще и навешивается бортовая защита. Как говорил Хальцев. Обалдеть, а! То есть я вот сейчас трачу время. Драгоценное время. На вот эти вот пинтифлюшки, на эти все заклепочки, которые, ну это реально видно не будет, ну вот слово совсем. Но такой характер. Раздали китайцы делать. Буду делать, а тебя что? По большому счету спешить-то не буду. Так, ну вроде бы закончилась ходовой. Так это все выглядит. Хочу сказать, что сборка прошла нормально, без всяких каких-то неожиданностей. Трумпетер дал качество, по крайней мере сейчас. Все хорошо, все стыкуется, без всяких этих. Единственное, конечно, надо быть немножко внимательным с инструкцией, потому как, например, вот здесь вот, казалось бы, абсолютно одинаковые детальки, но идут с разных литников. И можно было подумать, какая разница, подцеплю как хочу. Но нет, они действительно отличаются, эти детальки. Причем на инструкции не видно, где они отличаются. Они с обратной стороны, там есть у одних отверстия, других нет. Поэтому внимательно она быть с инструкцией и делать именно так. И что еще из интересного. Вот эта вот штукенция рабочая. Вот она открывается, закрывается, даже защелкивается. Но я так подозреваю, что рабочая она недолго, потому как оставшиеся четыре детальки, которые нужно приклеить, я так подозреваю, зафиксируют ее намертво. Так, друзья, дальше у нас идет тут интересная деталь. Здесь нам нужно взять новый вид инструмента, а именно мини дрель со сверлышком. И надо постараться не наделать здесь делов. Внимательно изучить, посмотреть. Значит, от нас требуется просверлить четыре отверстия вот здесь. Майк холл. Срезать четыре пупырки здесь. И сделать еще два отверстия с обратной стороны этой плиты. Значит, в чем загвоздка? Если я правильно понимаю, вот эти четыре выпуклости надо срезать. Замечу, что если здесь ошибиться, то ошибешься. Справить уже будет тяжело. Ну, других выпуклостей здесь не вижу. И здесь нужно просверлить четыре отверстия. И если я правильно понимаю, вот видите, под углом, вот, да, видно какие-то. Вот точечка, вот точечка. И здесь вот. Ну, из противоположной стороны. То есть, по идее, именно эти отметины, где нужно сверлить. Почему китайцы сразу не просверлили? Мне непонятно. Так, ну и с обратной стороны здесь немножко попроще. Здесь уже как бы намечено. Видите, здесь отверстие есть. Вот здесь вот оно будет одно. И если я правильно понимаю, вот это вот, другое отверстие нужно будет просверлить. Диаметр сверла нигде не указан. Но я буду ориентироваться именно на вот это вот отверстие. Подыщу такое сверлышко. И что здесь, что здесь, просверлю именно этим. Ну, вот так, ребята, сейчас выглядит мой танчик. Одел я каточки на свои места. Из-за того, что в каждом катке внутри капроновая прокладочка, они довольно туго одеваются. и никак не спадут. Это хорошо. В то же время можно их спокойно снять. Но только что я занимался вот этой вот верхней деталькой. Казалось бы, здесь не на что смотреть. Но на самом деле здесь порядка 20 деталей. 20 деталей. Ну и, честно говоря, что-то мне эта затея с 1500 деталями, но не по душе. Это, знаете, тратится куча времени на эти всякие пиндюрки, на которые, по сути, глаз и не цепляются. А время на это, повторюсь, тратится. Также здесь у нас появилась первая стеклянная деталька. Это какой-то оптический прибор. Я знаю, что их там подкрашивают. Бывают делают с диска. Но я, честно говоря, не так часто строю танки. Поэтому пока пусть будет так. Плюс к тому, как я вижу на инструкции. Дальше будет вот такая вот штука. И будет ли нормально видно именно этот оптические приборы или не будет, пока еще не ясно. А так, в принципе, я забрал всю эту страницу. Кстати, вот это изображение непонятно. Это, скорее всего, уже относится к следующей странице. Но почему-то видно. Тромпетер экономит 2 МАО. Нарисовали здесь. Что я не сделал? Это я не вклеил еще пока 3 или там 4 детальки. А именно фототравленное. То есть вот у нас фототравление. Такое колечко должно будет приклеиться сюда. И вот на эту детальку тоже нужно приклеиться фототравление. Почему я сейчас не делаю? Потому что сегодняшний четверг у меня снова заканчивается. А в следующий раз нужно будет опять-таки клеить детальки с фототравления. Поэтому я за один раз вклею их и здесь, и там. Продолжаю заниматься станчиком. Конкретно с передней бронеплитой. Неднозначные такие эмоции вызывает. Эта моделька. Атакуемость. Все нормально. Все хорошо с этим. Все отлично. Никаких претензий к производителю нет. А вот их логику я понять не могу. То есть они могут отлить в одной детальке. Там десяток каких-то мелких пупырышек. Но четыре ты должен приклеить сам. То есть как бы вот эта вот вся система с повердохрена деталями меня уже начинает потихонечку подоставать. И честно говоря много деталей это зло. Надо как-то дело это упрощать. Потому что тратится совсем немыслимое количество времени. По сути впустую. День за днем уходит. А продвижения практически никакого нет. Ну это так. Собрал еще помимо всего вот этого крышку люка из двух деталек. Станет она вот сюда на свое место. Сейчас ее вклею. И по сути так вот она останется. Не хочу делать ее открывающейся. Большого смысла в этом нет. Это у нас не игрушка. Это модель. Ну вот друзья передок практически готов. Все это уже одно целое. Ну естественно кроме катков. Катки можно снять. Как видите появились первые фары. Значит здесь я замаскировал сразу стекляшечку. А с этой стороны у меня первая проблема. Первая потеря. Стекляшечка улетела в теплые края. И там я залил туда жидкое стекло. И хотя оно там и есть. Но его наверняка видно не будет. И по большому счету это и небольшая проблема. Потому как по условиям нашей задачи танк будет практически весь грязный. Только один кусок уже будет отмытый. Напомню основной сюжет диорамы будет заключаться в том что танк после учения или после чего-то будет грязный. И девчули будут его мыть. То есть как бы какую-то часть они помыли. А все остальное еще в грязи. И за этим делом будут наблюдать две старослужащие. Ребята взгляните прикол. Начал делать вот такую детальку. По инструкции все как положено. Все нашел. Все сделал. Здесь осталось только еще фотоотравленную решеточку приклеить. Но прикол в другом. Следующая деталь которая мне надо. Это вот эта вот решетка. И перед тем как ее вырезать. Я вот обращаю внимание что есть вот деталька. Которая точь-в-точь как моя. За исключением вот этой вот выштамповки посередине. То есть здесь она есть. В той версии которую я собираю. А здесь ее нет. То есть я прихожу к выводу что вполне возможно у труппетера есть еще какие-то модификации. Это 90. И именно такая деталька использовалась бы в той другой версии. Плюсом к этой теории можно еще сказать о маске орудия. Если помните в обзоре я показывал что в наборе целых три. То скорее всего какие-то отличия между ними есть. И они используются в каких-то особых модификациях этого 90. Ребята ну собрал я всю заднюю часть танка. Сейчас еще немножко и вот эта часть будет вся закрыта. Закрыта она будет двумя вот этими детальками. Одна вот эта. Вторая вот эта. Я к чему завел этот весь разговор. Как видите здесь много фото отравленных деталей. Таких больших, широких, ярких, запоминающихся и бросающихся в глаза. Но перед тем как приклеить это все на свое место. Сюда поставить намертво. Нужно приклеить еще две детальки. Вот такая. И вторая такая же. И клеятся они друзья вот сюда поверх вот этих вот отравленных решеток. Вот так это будет приклеено. Получается что такую красоту мы по сути закрываем этими крышками. Показал вам красоту. Сейчас ее закрою и больше мы ее не увидим. Еще одна часть танка готова. Это задняя часть как вы понимаете. Вот эти когти. На самом деле это будут поддерживать топливные баки. И вот эти вот фото отравленные ремни. Или как их это назвать правильно. Это крепление для удерживания бревна. То есть по инструкции именно в этот момент мы должны сюда установить бревно. Обернуть этой стяжкой. И закрепить его таким образом. Но сами понимаете что бревно скорее всего будет краситься не в цвет танка. По крайней мере отличаться будет точно. Поэтому я принял решение его сейчас сюда не клеить. Оно будет попозжее. В самом конце. Также при изготовлении этой детали мне пришлось использовать гнулочку для травления. Она как видите небольшая. Стоит относительно других гнулок недорого. Но со своей работой справляется. И такие мелкие детальки выгибают что надо. Конечно отравленную над гусеничную полку. Вряд ли ее можно будет красиво согнуть за один раз. Но для такой мелочи самое то. Вот. Ну и дальше по инструкции нужно будет поставить эту штуку на свое место. И дальше переходить к гусеницам. Ну и наверное эти гусеницы оставлю на потом. Ребята вклеил я вот заднюю часть. Если смотреть сзади все отлично. Все состыковалось просто супер-купер. А вот если посмотреть сбоку. Гляньте какая щель. Вот с одной стороны. И такая же щель с другой стороны. Ну не знаю. Может быть. Может быть вот эта вся часть у меня сдвинута на полмиллиметра назад. Но вроде бы все красиво везде. Но фиг его знает. И такая вот неприятность. Вполне возможно ее видно-то не будет за полками, за гусеницами. И посмотрим. Если же надо будет. Я это дело хорошенько зашпаклю. А если же и нет. То и трогать не буду. Раз уже зашел об этом разговор. Скажу что в принципе моделька так замечательная. Нигде каких-то щелей не было. Только вот первый раз такая засада. Но опять-таки возможно это мой прогон. Хотя честно говоря. Искренне не понимаю. Как это мог и сделать. И раз мы уже заговорили. Я там листал инструкцию. Что я буду делать дальше. Такой прикол. Помните. Я вам показывал про эту деталь. Что она есть. Еще одна такая же. Только без вот этого ребра посредине. То есть как бы для модификации какой-то. Ну как бы логично. Если там разную модификацию поставить. Эту детальку. Как бы китайцам претензий не должно было быть. Но дальше я листаю инструкцию. И вот что я нахожу. Смотрите. Будет у нас в будущем вот такая вот деталь. Которая ставится именно на вот эту вот часть. То есть смысл делать две разные такие детали. Ну смысла абсолютно никого не было. Потому как все равно она будет накрываться сверху дополнительной деталью. А сейчас друзья я покажу вам замечательную на мой взгляд штуку. Ну вот так вот выглядит сейчас мой танк. Да. Но штука замечательная. Это как бы не он. Каждый моделист строя модель. Как шахматист продумывает. Вперед на пару ходов. Собираем всякие узлы. И детали. Не бездумно по инструкции. А наперед уже пытается осмыслить. Продумать. Как он будет их красить. Какой очередной стен их будет устанавливать. Все для того чтобы сделать сборку максимально приятной и комфортной. Вот и я изначально пока собирал все это. Думал. Как же я буду красить мой будущий танк. Ведь всем известна проблема гусениц. А именно то что гусеницы у нас другого цвета. Чем вся основная машина. И обычно для удобства красят их отдельно. Отдельно красят танк. А потом уже заводят на свое место гусеницы. Если с танками второй мировой войны. Особых проблем нет. Так как там в основном нет такого понятия как бортовой экран. Который закрывает часть гусениц. То в современных танках такое есть. И вот передо мной стоит вопрос. Как же правильно сделать. Как поступить. Возможно собрать надгусеничную полку. Вместе с экраном. Отдельно ее покрасить. Отдельно в корпус. Отдельно гусеницы. А потом после установки гусениц. Приклеить эту полку с экраном. Но здесь проблемка возникает в следующем. Дело в том, что я как бы хочу покрасить его в камуфляж. По крайней мере такое желание у меня пока есть. И если его красить отдельно. То возможно сдвигать цветовых пятен. Пятна на корпусе могут не совпадать с пятнами на полке. То есть их надо было как-то или на блюда клеить. Или еще как-то. Пока не понятно как. Или же второй вариант. Приклеить как вот здесь полку. А экран не клеить. Но тут в принципе то же самое. Главное по тому, чтобы во время камуфляжа опять-таки не было смещения цветов. И вот я ломал голову. Как же это сделать правильно. Первым способом или вторым. Пока в принципе не начал собирать эту часть эти полки. И что же вы ребята думаете. Наши друзья китайцы инженеры придумали замечательную вещь. Вот здесь у нас есть три отверстия. Раз, два, три. А на полке у нас есть три этих штифта. Или как их правильно назвать. Китайские инженеры это продумали уже как бы за нас. Мне ничего не стоит. Как вот здесь приставить эту полку на свое место. Покрасить все это дело красиво. Все сделать. Оно высохнет. Потом эту полку снять. Навесить гусеницы. И уже потом эту полку приклеить намертво. Короче снимаю шляпу перед китайским разработчиком. Пусть он живет долго. Пусть его не коснется коронавирус. Первый раз я такой сталкиваюсь. Хотя честно скажу. С танками особо я дела не имел. Но меня это очень приятно удивило. Порадовало. И вообще куча восторгов. От такого решения. Вот. И вообще в принципе хочу сказать. Хоть я собрал пока по сути пол машины. И несмотря на то что здесь куча мелких деталей. Которые иногда честно говоря выбешивают. Сборка меня только радует. Стыкуемость здесь на высшем уровне. Такие вещи как шпаклевка. Здесь абсолютно не нужны. Да единственное что еще хочу сказать. Посмотрел я инструкцию. Вот здесь будет бревно. Ну и наверное я думал его отдельно красить. Отдельно цеплять. Но согласно по цветовой инструкции. Это же бревно красится тоже в камуфляж. Маскируется. Поэтому наверное бревно я тоже сейчас приклею. Хотя сейчас это потом. Потому как на вот этой вот положительной ноте я хочу пока закончить. Этот ролик. В принципе по большому счету работы с корпусом окончены. Немножко доделать вторую полку. Там буквально еще 2-3 детальки приклеить. Но это уже мелочи. Основное вы видели. То есть эта полка полностью готова. Вторая же будет такая же. И все. Корпус у меня будет готов. Все остальное будет уже в серии с постройкой башни и всего остального. Вот. Поэтому хватит рандить. Если вам понравилось ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Жмите колоколец. Если есть что сказать пишите в комментариях. Стройте с нами. Стройте как мы. Стройте лучше нас. Всем удачи. И всем пока.